Сегодня опять говорим про цену биткоина и эфириума с DaVinci J15. Мы собираемся поговорить про биткоин и эфириум, потому что прямо сейчас кое-что происходит на графиках, чего я никогда не видел. И я хочу знать от DaVinci, куда собираются биткоин и эфириум в ближайшее время. Эфириум только что пробился через ценовой рекорд. При этом биткоин показывает первые знаки медвежьих фейковых выходов. И мы поговорим сегодня об этом. Пойдем мы наверх или пойдем вниз? Что насчет пайсайкл индикатора, который прогнозирует топ? Что насчет паттерна вайков аккумулейшн, про который я говорил вчера? И да, в последнее время у нас много лайков, много просмотров. Спасибо вам, ребята. Но сейчас давайте все-таки переходить к контенту. И спасибо за всю вашу поддержку, за то, что подписываетесь на наши каналы. И также ставьте лайки, чтобы добиться нового рекорда. Если вы хотите больше таких видео, прямо сейчас мы в магазине. Увидели, что эфириум пробивается через ценовой рекорд. И мы поняли, что мы должны записать для вас видео. И, наконец, я хочу перейти к самому важному вопросу на сегодня. Да Винчи Джей Фифтин, как дела у тебя, дружище? У меня все просто замечательно. Ты-то мы увидел у себя что-то на телефоне и такой сразу... Нужно сделать видео. Прямо в магазине, блин. Да, действительно так и было. Да, ребята, причина для этого, это потому, что мы видим ваш фидбэк. Это наше топливо. Если вы лайкаете видео, делитесь им, это дает нам фидбэк. О том, что вы хотите больше видео, больше сигналов и больше апдейтов на биткоин и эфириум. И давайте начнем с биткоина. Так, это эфириум, но начнем мы с биткоина. Перед тем, как перейдем на график эфириума. И давай я буквально пару секунд расскажу про свои мысли. И затем уже ты поделишься, что ты думаешь по поводу того, что происходит на биткоине сейчас. Это четырехчасовые свечи для биткоина. И мы прыгали между поддержкой и сопротивлением. На самом деле я сильно охренел от того, что биткоин прорвался здесь, несмотря на объем. И при этом быки еще сражаются. Да, Винчи, поправь меня, если что. Биткоин вернулся в этот паттерн. И я бы сказал, что это что-то бычье. Потому что это фейковый выход. Но только вниз. Когда мы прорываемся наверх и возвращаемся, это что-то медвежье. И когда мы сейчас упали вниз и вернулись в паттерн, это что-то бычье, по моему мнению. И перед тем, как я спрошу тебя, что происходит на рынке... Господи, как дети-то орут. Я хотел бы напомнить людям, что я буду сильно беспокоиться только в случае, если мы пробьемся через предыдущий низ. А пока мы не пробились через 50 тысяч 500 долларов, я особо не беспокоюсь. И теперь, Винчи, хочу знать от тебя, что происходит с биткоином. Ну что ж, это был неудачный выход. И затем мы очень быстро повернули в другую сторону. Когда мы видим, когда цена делает такие неудачные выходы и затем уходит в другую сторону, и при этом делает это очень быстро. В общем, вслед за этим мы можем увидеть очень быстрое движение наверх, на биткоине. Однако при этом всем нам все еще нужно пробиться через 57 тысяч долларов. Тогда мы сможем быть в нем уверены. Если же это сделать не удастся, тогда это будет отбой для биткоина на какое-то время. Можем упасть до 40 тысяч долларов. Господи, да боже мой, я такого не хочу. Да, я на самом деле говорил про уровень в 40 тысяч долларов в случае, если мы пробиваемся через предыдущий минимум. И такого пока не случалось. И я думаю, эта линия тренда может принести к нам очень серьезное сопротивление. Мы должны пробиться через нее, но в момент, когда мы пробьемся, я думаю, это будет отбой для всех медведей. Пока что нужно дождаться, что произойдет. Лично я, да Винчи, нашел кое-что интересное и попаров меня, если что, да Винчи. Вау, посмотри на эфириум, просто ракета. Давай по-быстрому вернусь на камеру. Сейчас, секунду. Эфириум пробился наверх, и я говорил об этом пару дней назад. И это может служить лидирующим индикатором для того, что произойдет с биткоином. Эфириум продолжает расти, и вопрос такой, пойдет ли за ним биткоин. Потому что такое у нас было раньше, несколько месяцев или даже лет назад. Эфириум пробивался через сопротивление до биткоина. И сейчас, кажется, все повторяется. И мне интересно знать от тебя, да Винчи, что думаешь по поводу эфириума. Людям я уже давал сигнал, когда мы говорили про эфириум, что у нас здесь есть отличный W-паттерн. Я говорил про эту цель на цену в 2500 долларов. И да, ребята, поздравляю вас, если вы успели здесь поторговать. Если вы забрали прибыль на эфириуме. И поздравляю с тем, что подписались на наш канал. И, конечно, использовали ссылки внизу. И смогли таким образом затрейдить этот профитный трейд. Я рад видеть, как эти W-паттерны постоянно работают. И постоянно доходят до нашей цели. Но теперь, да Винчи, хочу от тебя знать, что произойдет с эфириумом. Сейчас, когда мы пробились через 2500 долларов, можем ли мы ожидать чего-то еще выше? Или нет? Да, на самом деле все забывают то, что эфириум – это альткоин. И поэтому он пробивается через паттерн и не собирается идти за биткоином до бесконечности. Нет, сейчас пришло время для эфириума. Сейчас он расправит свои крылья, оставит биткоин позади и улетит наверх. Поэтому мы увидим различия между биткоином и эфириумом. На самом деле я не уверен, что держу достаточно эфириума. И не особо рад этому всему. Но, конечно же, да, я должен радоваться. И надеюсь, что биткоин продолжит так же расти. Также небольшой апдейт. У меня есть новая цена. Здесь цена слева была уже почти что достигнута. И сейчас вопрос такой, да Винчи. Какая у тебя цель на цену? Лично я бы здесь. И знаю, что тебе это тоже нравится. Открыл бы здесь Фибоначчи. Да, на Фибоначчи золотое сечение – это то, на что стоит смотреть. Чтобы узнать, насколько высоко мы сможем пойти. И посмотри-ка на эту красоту. Да, это музыка для моих глаз. Почти три тысячи долларов. Три тысячи долларов почти. Давай посмотрим, что там с остальными. Но лично я бы сейчас смотрел только на три тысячи. Нужно идти малыми шагами. Поэтому давайте смотреть, как паттерн будет эволюционировать. Если мы увидим прорыв, тогда это будет отличная цена, на которую мы можем смотреть. Но, конечно, бесконечность не предел для эфириума. Это не конец для эфириума на этом бычьем рынке. Три тысячи – это точно не конец. Знаете, ребята, оставляйте свои цели на эфириум. На этот бычий цикл, например. Три тысячи – две девятьсот на ближайшее время. На какие цели вы смотрите в среднесрочной перспективе? На конец рынка. Я думаю, до конца цикла мы точно увидим от тридцати до пятидесяти тысяч. Ну да, это было бы замечательно. У меня сейчас где-то десять или даже пятнадцать процентов портфолио в эфириуме. Поэтому это я точно хотел бы увидеть. Возможно, некоторые помнят мое видео на три минуты, которое я делал пару месяцев назад, когда мы пробились через сопротивление в три с половиной года на месячных свечах. И с тех пор эфириум просто постоянно взлетает. Помню, люди смеялись надо мной и над тобой из-за того, что мы были по быче настроены на эфириум. Потому что это занимает время, пока мы станем правы. Но тогда это был отличный момент, чтобы зайти в эфириум. И ты даже продал свое золото, чтобы зайти в эфириум. Это было замечательно. И если вы хотите видеть больше личных вещей, как он продает золото и так далее, подписывайтесь на него в Твиттере. И на мой Твиттер также. ММ Крипто. И также на его Инстаграм, да Винчи Джей Фифтин. И на мой Инстаграм, Крис ММ Крипто. И, наконец, да Винчи, хочешь ли ты сказать что-нибудь напоследок? Всегда играйте от сильной позиции и не дайте себя поиметь. Не дайте себя поиметь, ребята. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут внизу. На сайт Да Винчи, где вы сможете купить кошелек Пандоры и получить доступ к его стримам. И там же будут ссылки на бонусы в 2520 бонусов. 40x левераджем это трейд на сотню. Но, конечно, вам нужно кликнуть по ссылкам и внести депозит. Но депозит вы можете в стороне оставить. И торговать только бонусом. Спасибо за просмотр, ребята. И как обычно... А ты все уже сказал? Да, конечно. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.